ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Один из возможных российских ответов на украинскую бабу-ягу, уже получивший в определенных кругах прозвище Кощей Бессмертный, был продемонстрирован на недавней армии 2024. Речь идет о созданном отечественной инжиниринговой компанией «Совелмаш» тяжелом многофункциональном квадрокоптере «Мытылек», показанном на армии с макетом фугасной авиабомбы «ФАТ-250». «250-ка» — это на минуточку 90, а то и 100 килограммов взрывчатки, куда более убойный аргумент, чем 400 граммов взрывного вещества 82-мм минометной мини, сбрасываемой «Бабой-ягой». Заявляется, что «Мытылек» практически полностью изготовлен из отечественных компонентов, за исключением контроллеров управления и аккумуляторных батарей. В дальнейшем будут применяться исключительно российские комплектующие. Сейчас дрон проходит заводские испытания. В основе каждого из четырех двигателей «Мытылька» лежит асинхронное мотор-колесо. Максимальная мощность такого двигателя составляет 60 киловатт. Заявляется, что «Мытылек» — это первый в мире дрон тяжелого класса с обращенными асинхронными электродвигателями. В нем нет магнитов и коллекторных моторов. Асинхронное мотор-колесо выполнено на базе запатентованной технологии совмещенных обмоток «Славянка». Ее особенность заключается в том, что в одном электродвигателе совмещаются два типа обмоток — звезда и треугольник. Декларируется, что совмещение двух схем в одной обмотке позволяет улучшить форму поля в рабочем зазоре двигателя и, следовательно, оптимизировать основные характеристики. Среди преимуществ таких моторов упоминаются увеличение пускового момента, повышение класса энергоэффективности, снижение себестоимости, повышение надежности, снижение уровня шума и вибрации, уменьшение пусковых токов. Не надо видеть в мотыльке, по аналогии с украинской «Баба-Ягой», исключительно ночной бомбардировщик. Коптер с грузоподъемностью в 250 кг является беспилотной летающей платформой, способной в нашей тыловой зоне, примекающей к линии боевого соприкосновения, весьма эффективно работать транспортером боеприпасов, воды, провизии и медикаментов. Он может быть ретранслятором, а также носителем ПТРК, ПЗРК, средств РЭП и РЭР, ударных ФПВ дронов и так далее. Добавлю, что в народном хозяйстве такому аппарату, как мотылек, работа тоже найдется. Если, конечно, изделие «Совылмаше» пройдет все положенные испытания, в ходе которых подтвердит заявленные производителем характеристики. Ну, до 100 кг взрывчатки против 400 г у «Бабы-Яги», которая тяжелым беспилотником, насколько я понимаю, считается, это не мотылек, это мотыль. У нас школа забавных названий для продукции военного назначения всегда великолепная была и, наверное, лучшая в мире. Что отдельное обсуждение вызывает, как правило, в первую очередь на Западе. Асинхронные двигатели? Расшифруйте простым языком. Асинхронный двигатель, он же индукционный, это электродвигатель переменного тока, в котором частота вращения ротора ниже, чем частота вращения магнитного поля, создаваемого током в обмотке статора. Простым языком, спасибо. Чего? Андрей, вы сейчас с кем говорили? Извините, ну, хорошо. Эта штука очень хорошая, так можно сказать. Вот это гораздо полезнее. Аплодисменты, это, наконец, понятно, да. Какие задачи может решать мотылек? И почему именно такие в него смыслы вложены? Давайте так, вот то, что было показано на армии, вариант с ФАП-250, вот лично я отношусь скорее к маркетингу, чем к реально реализуемой схеме. Ну, просто потому, что, да, если мы сбиваем достаточно уверенно бабу-ягу, которая меньше по размерам, чем мотылек, то уж извините, противник не дурак, и куда больше по размерам и более шумный аппарат, наверное, тоже сможет сбивать. Поэтому использовать его в варианте с бомбой, когда нужно зависнуть над целью и сбросить, наверное, это не оптимально. А я знаю, что вы такой комментарий дадите. У меня есть встречный вопрос. А если использовать мотылек ровно в тот момент, когда есть стопроцентная уверенность, что нечем противнику его сбить, но подступиться сухопутно к противнику невозможно? Тогда да, но мне все-таки кажется, что более оптимальный вариант именно с универсальной тяжелой летающей платформой, которая работает непосредственно над противником, подставляясь, а работает из столовой зоны, примыкающей с нашей стороны к передовой, к нулю. И здесь варианты использования мотылека, они очень широкие. Вот простейший, да, транспортировщик боеприпасов, провизии воды. Иногда это жизненно важно, потому что по земле группа подобраться на ноль сейчас иногда не может. Оперативное окружение, БК, пожалуйста. Другой вариант сразу в голову приходит. Ретранслятор. Причем не только ретранслятор, но ретранслятор, носитель, например, ФПВ-шек. Да, такой летающая матка получается. Мини-авианосец в воздушной сфере. А сколько ФПВ-шек может он с собой взять? С учетом 200. 250, да? Штук 5-6 запросто поднимет. Поднимет на нужную высоту. В нужное время ретранслятор позволит увеличить дальность работы канала управления. И ФПВ-шку мы в таком варианте сможем отправить на вдвое-трое большую дистанцию, чем в обычном варианте. Потому что, как правило, здесь ограничение, как это, не аккумулятор, а ограничение дальности работы канала управления. А Мотылек позволит решить. Можно на эту летающую платформу установить противотанковый ракетный комплекс. Можно, если похимичить, поколхозить, чем в России словно, ПЗРК установить. ПЗРК даже? Ну, здесь ПТРК остановится. Ну, какой? Какой? Фагот? Фагот? Корнет можем подвесить. Запросто. Метис. Можем. Но мне больше нравится вариант ПЗРК, потому что он превращает Мотылек в такой засадный вариант в охотника на вражеские, например, беспилотники авиационного типа. Вот мне нравится, как только Андрей стал на меня смотреть при ответе, стал объяснять проще. Посмотрите, блондинка с глазами хлопает. Нет, я могу обратно вернуться. Не надо. Вы сюда смотрите и продолжайте. В общем, на мой взгляд, изделие достаточно многообещающее. Если удастся довести до стадии принятия на вооружение, это будет великолепно. Да, и это тот случай, когда вот прямо сейчас, можно не соврав сказать, аналогов нет. Как себя Мотылек может сам защищать в воздухе? Может ли? Вот представить себе, вот он летит и, допустим, в ответ его такой трой. Вес позволяет на него установить собственные системы РЭП. Вес позволяет на него установить собственные системы отстрела ловушек тепловых против вражеских ракет. Сделайте, что он пошел в серию, был принят на вооружение, уверен, летал. Все остальное, я думаю, куда меньше проблем. Вы сказали еще в материале, что в гражданском применении просто им будут замены. Это, опять же, доставка каких-то грузов в районы, недоступные для другого транспорта, оперативные. Допустим, подтопление. Подтопление. Это работа с созданием и контролем ЛЭП. То есть, ну, здесь тоже очень-очень большой спектр. Доставка чего-либо в случае... Конечно. Ситуация на высотные здания. Да. Иногда, возможно, даже спасение кого-то с высотных зданий. То есть, эвакуация, например, пострадавшего человека с крыши высотного здания, возможно, мотыльком. Теоретически, да. Не, вообще, кроме шуток. А снять, не знаю, кота. Вот мы часто видим, что там пожарные приезжают. Это вот несчастное животное. Ну, если вы умеете договориться с котом, чтобы он забрался на борт данного аппарата, то да, эвакуировать тоже можно. Слушайте, если коту объяснить... Напоминаю еще раз, мы говорим, извините, о летающей платформе, которая вот на стенде, да, там, по крайней мере, заявляется возможность подъема ФАП-250. Ого. Это серьезный вес. Это, грубо говоря, 250 килограмм. На борту мы можем дегать. А чтобы договориться с котом, о мотыльке нужно говорить простыми словами. Спасибо вам. Аплодисменты, Андрей Союзков.